Хаймайст Югерс, сегодня я изложу краткое сообщение, которое у меня пришло в голову после прослушивания полезных очень лекций Института математики имени Стеклова, Институт математики Академии наук. Вот вам тоже рекомендую и семинары просмотреть, это очень полезно для молодых инженеров широкоупорста, особенно занимающихся сложными областями, такими каком-то динамика, электроника, нанотехнологии. Вот после просмотра нескольких семинаров у меня возникла такая вот, может быть, тривиальная, дилетантская мысль, которую я хочу с вами поделиться. Итак, представим себе пространство. Пространство какое мы знаем, самое простое. Евклидово двухмерное, Евклидово трехмерное. Ну и Евклидово есть многомерное. Евклидово пространство Евклидово. Кроме того, есть и не Евклидово пространство, в частности, пространство Лобачевского, Бояин и другие, более вообще, Римманово, например. Там своеобразная тоже своя методика есть. Этих пространств в принципе достаточно было для построения как частной теории относительности, так и общей теории относительности. Но некоторые экспериментальные факты потребовали того, чтобы нарастить размерность пространства с четырехмерного пространства времени на пятимерное. Это Калутса. Калутса построил нетривальную, но непротиворечивую в своей области теорию пятимерного пространства, где объединялись электромагнитные и гравитационные взломагнитные. То есть уже пятерка размерность пространства. И дальше они довели физики наши, гонятели, как я их называю, они довели все это до 11-мерного пространства. Ну и естественно, что там многие проблемы решаются, но очень многие сложности клятся. Когда мы просмотрим лекции из тех о по общей теории относительности на сайте Intuit.ru то мы видим, что там молодой человек читает, излагает метрику на сфере, потом метрику на дублике, на сегловидной поверхности и так далее. И там целый задачник, как поверхность второго порядка, так и своя метрика. Вот закладывается сомнение в том, что правильным ли путем мы идем, товарищи. И здесь появляется такая мысль. Вот мы берем в простой случае пример сферы. Арбуз. Представьте, арбуз или зеленой шар. Зеленой шар мы представляем как сфероид. Специальный формат. Отличающий от сферы, но близкий. И путем картографической проекции мы этот шарик проектируем на плоскую карту. Специальным проектированием. Ну и там вводится масштаб, который, в общем-то, не постоянный будет по всей карте. Как если рассматривать внимательно. То есть, первый этаж будет разный до сантиметра, в зависимости от, где мы его умеем. Потому что это специфика картографической проекции, что она не полностью отражает всю картину. Теперь вспомним, как мы вот некоторые режут арбуз. Ну, также примерно зеленой шар можно разрезать по меридианам, параллелям. Ну, вот я здесь такую картину даю. Вот и зеленой шар. Траектория какая-то на нем. И вот дольки, арбузные дольки. Представим, что мы поверхность зеленого шара разрезаем на этой дольки. Внутренность мы не разбираем. Нас на поверхность интересует наружную. Мы по ней ходим. И вот эта поверхность тогда разбивается на дольки. На конечность 100 долек. Ну, тем больше долек, тем более плоско можно разложить эту сферу на плоскости. Соответственно, обратите внимание, во что превращается у нас траектория. Если мы движемся по сфере, по замкнутой линии, непрерывной линии, то на вот этой такой проекции, на сечении на этом, мы получаем дискретное движение. То есть, вот представим себе мошку, которая движется по поверхности этой проекции. То она, двигаясь по какой-то дольке, она не может перескочить на другую дольку. Сами понимаете. Это на ней невозможно. Если там ограничение, она может упасть. И провалиться уже в другое пространство. Большего числа измерений. Вот такой простой, значит, пример. Если мы попытаемся ввести допущение, или, как говорят, о всему, или предположение о том, что это трехмерное пространство, и так мы спроектируем на двухмерное, то пятимерное пространство, как мы будем проектировать. Очевидно, мы имеем право тоже погонять ха, значит, навести там метрику на пятимерном пространстве, спроектировать эту метрику, разрезать его на такие же дольки и разложить по трехмерным пространствам. То есть по нашему числу измерений, по четырехмерным метрам, пространству-время. Таким образом, обобщая, ну, конечно, я не математик, обобщать так круто не могу, надо проверять все. Обобщая, можно сказать, что мы получим из пятимерного пространства, его разрезанное, получим четырехмерное пространство-время, тоже такие же дискретный набор, и мы его можем, это пятимерное пространство, рассекать произвольным образом, с тем, чтобы точность представления была все выше и выше в четверхмерном пространстве-время. Отсюда делается вывод какой-то, что мы находимся, находясь в четырехмерном пространстве-время, мы находимся только на одной из этих долек. И себя можем представить, мы его не можем, пятимерное пространство представить. Но поскольку мы уже жили в двумерном пространстве, благодаря велигии, земля была плоская, потом мы увидели ее в пространственном, зайдя с другого изменения, с высоты. И также мы можем с пятимерным пространством ходить. Отсюда делается какой вывод, мой такой дилетантский подход, к чему мы видим, что мы живем только на дольке вот этого четверхмерного пространства-время. Таких долек очень много, очень много. А почему они появились, такие долки? Существует гипотеза большого взрыва, когда пространство было, как говорится, единым и, в общем-то, однородным, примерно однородным, ну, как академик Лугунов представляет. То есть оно было нагрето, и пространство равномерно нагрето, примерно 2 минуты. И потом оно начало конденсировать, остывать. И появлялись, появлялись в метрике различных этого пространства. Оно распадалось уже на различные дни пространства. Вот такое представление напрашивается. Если рассматривать квантование пространства, сейчас речь о сложности с этим квантованием пространства, то следует отметить, что оно, видите, в данном случае, вот с этим примером, оно очень проявлено, даже случайно. Вероятность и подходит здесь тоже имеет место и справедливость. Ну, мы знаем, что арбуз все по-разному режут, и можно получить различные проекции, понизить это пространство. Каким образом мы получаем более низкие пространства? Путем распада, путем распада более высокого порядка. Как мы сейчас у нас, наш вот этот долька пространства времени распалась на такую дольку, где у нас гравитация отдельно, электромагнитизм отдельно, сильные и слабые взаимодействия отдельно, и единого мы ничего не можем собрать, поскольку это является результатом рождений, пронушения пространства более высокой размерности. Вот такое соображение, не знаю, оно может быть побудит вашу фантазию молодую, мысль, чтобы обратиться к этим семинарам, которые проходят в институте стеклое математики, и обратиться к тем лекциям интуита, которые касаются физики, в частности, которые читают физико-технические институты, то здесь очень много, можно сказать, моря деятельности. А приложения у них, конечно, в институте стекло-технические приложения это будет. Казалось бы, теория самая такая очень сложная и на терминологии сложная, но если рассматривать примеры конкретно, то оно все вырисовывается, дефилицируется до действительности, до реальной действительности. Эти все теории можно свести к простейшим, а полезным примерам. Спасибо большое за внимание. До следующей встречи.